Привет, ребята! Я знаю, что вы скажете, что вы уже хотите что-то новое, я не знаю, вам уже надоело наши лица. Я Джордан Таня, поэтому я сегодня позвал свою подругу в гости. Это актриса театра кино Стасия Милославская. Стасия, hello! Hello! У нас сегодня будет выпуск полностью на английском. Нет! Пожалуйста! Ну ладно, хорошо, я шучу. Стасия снилась в отличном сериале Netflix In From The Cold. Congratulations. Thank you. You're the only human subject to ever survive what the Russians called the Yaroslav program. Becca told Maddy you keep disappearing and not coming home. What is the big secret? You act like you're some kind of secret spy or something. It's not what it looks like. Я уже посмотрел сериал. На самом деле я посмотрел только 5 серий. Хорошо. А я посмотрел сериал, поэтому расскажи зрителям в двух словах о чем этот сериал. Кого ты там играешь? Это шпионский триллер с элементами фантастики. Я не могу сказать, что это вот типичный такой, прости, Дэнни, американский проект, где русские играют злых KGB и всякое такое. В нашем сериале все очень неоднозначно. У нас нету там, что эти хорошие, эти плохие. Все по сто раз меняется. Это такой боевик, триллер, sci-fi про мать-одиночку, американку, которую зовут Дженни Франклин, которая приезжает со своей дочерью подростком в Мадрид на соревнования по фигурному катанию. И ее ловят агенты CRU, которые говорят ей, мы знаем, кто ты такая. А кто она такая? Это уже надо посмотреть. Посмотрите, посмотрите, потому что там это, у меня вот, по-моему, сейчас добавим фото моего лица после первой серии. А вот твоя героиня, она кто вообще в этом сериале? Моя героиня шпионка. Я играю главную героиню в юности, то есть есть у нас как бы Дженни Франклин, мать-одиночка, американка, и вот есть ее линия как бы в юности. За юность отвечаю я. Я играю русскую шпионку, да, но моя линия, она про любовь, про сложности и про то, как другие люди за тебя решают, что тебе делать, а ты, может быть, и не очень сильно их хочешь, не знаю. Мне очень нравится, что у тебя там действительно вот эта любовь, и у тебя еще постельная сцена с девушкой. С кем легче снимать постельные сцены, с девушкой или с мужчиной, или с Сашей? Черт, честно, наверное, все-таки с девушками. Да? Ну да. А почему? Да, мне в принципе и так, и так достаточно это легко дается, потому что как-то в этот момент, в момент дубля у тебя отключаются все твои человеческие какие-то механизмы. Но ты понимаешь, о чем я. И ты просто как бы, ты инструмент, твое тело инструмент. Ты просто работаешь, ты в этот момент не чувствуешь ничего. Максимум, что ты чувствуешь, ты можешь переживать, что у тебя там какая-нибудь складочка на животе. И это даже иногда куда-то улетучивается, и ты об этом просто не думаешь. Ну а вот с девушками, так вообще, это было легко. Мы наоборот, мы смеялись между дублями, это было очень весело. У тебя перед съемками были вот эти классы, которые вот... Толерантности, да. Сейчас мы слушали, что такое sexual harassment, какие виды буллинга бывают, как себя вести правильно на съемочной площадке. Что можно говорить режиссеру, что нельзя, можно ли сделать комплимент и так далее. И у меня была дурацкая абсолютно ситуация, потому что там был один съемочный день, и я трижды случайно в течение этого дня столкнулась с каким-то парнем со съемочной группой. Я не знаю, кем он работает, администратор там или... И когда в третий раз мы с ним опять столкнулись, я такая... Я пошутила, как бы я это сделала в России. Я такая... Match. И такая... Упс. Типа... It's a joke. Sorry. It's a joke. На всякий случай. Просто вдруг... It's not a compliment. It's harassment. Окей. Ну, я хочу обсудить название этого сериала. In from the cold. Потому что очень часто бывает, что любимые мои русские люди портят. Портят просто название фильма тем, что они переводят это как хоряво. Или странно, просто почему-то вот фильм типа Я Тоня, да. Почему вы назвали его Тоня против всех? Не знаю. Или вот тоже с Марго Робби был этот фильм как это... А, на английском это terminal. Типа конечная. А они это перевели как конченная. А это вообще смысл меняет? Кто это сделал? Ну, хорошо, тогда in from the cold перевели это русский как... С холода. Ну, это логично. С холода это in from the cold. Там in from в начале эти два перелога. И меня тоже это смущает. In from? Да. Нет, это потому что там эта фраза to come in from the cold. Ты знаешь, что такое to come in from the cold? Нет, я сейчас со своим преподавателем это не проходила. А, ну хорошо. To come in from the cold это типа снова вернуться в группу какую-то. Я так хоряво сказала? Нет, это очень понятно. Я пытаюсь сообразить. Вау. Это очень круто. Да, ну это если посмотреть этот сериал, то все логично там. Да, теперь я понимаю. Потому что я, я, я часто думала типа с холода, это опять типа с Россией. И скорее всего, да, ну что это типа с Россией, там же у нас всегда морозы. Ну да, да, да. Вот открыл тебе Америку. Вот в этом сериале это понятно, что ну это вы снимались в Испании. Да. Но вы работали на английском? Работали на английском, да. В кадре я говорила на, ну на русском языке, но тем не менее все остальное. Как ты готовилась тогда к этому? Первое время, конечно, было очень тяжело. Приходилось постоянно через себя переступать и как-то карабкаться через все свои страхи, зажимы, сказать неправильно, ошибиться. А потом, конечно, я стала заниматься. Это сейчас немножко странно так звучит, как будто я подводочку делаю. И я стала заниматься в Skyeng. Но это действительно так. Я с апреля месяца начала заниматься с педагогом в Skyengе. Ксения Попова. Вот рекламная интеграция, друзья. Но это правда. Это даже не рекламная интеграция. Я покупаю себе эти уроки с большим удовольствием, продлеваю их. Ксения, привет. Те иcit в Европе. Я приехал, приеду вчера Я до сих пор так говорю иногда, это нормально Кстати, ты нет, ты вообще, я тобой безумно горжусь Того, как ты разговариваешь, правда Мы можем тут сидеть и болтать сколько угодно Но я думаю, что это было бы весело поиграть в игру Я люблю игры Да? Хорошо Вы когда-нибудь врали об уровне неродного языка, чтобы получить роль? Конечно Каждый раз Каждый раз У меня на каком-то сайте написано, что я даже на итальянском немножечко говорю Хотя я его учила 10 лет назад Ну типа, как бы, мы такие, ну мы артисты, мне кажется, просто, что нам только да И как бы это возможно Мы все-таки, ты, я вообще и китайский, и французский, и на голове могу стоять Все что угодно я научусь Я в этом проекте в России снимался на норвежском языке, чтобы ты поняла Он существует? Угу Я покажу тебе никогда Да, существует И я все выучил по слогам Я прихожу на площадку, вот был коуч там, и он такой, это вообще неправильно Человек, который это сделал, это вообще не норвежский язык Я такой, а, окей Ну, мне сейчас войти в кадры, так что я это буду говорить Я это выучил И он такой, ну нет, это бессмыслица И я вот сижу на гриме и вот нервничаю, вот учу вот эти новые слова И я вот уже потею, мне так страшно И подходит режиссер, он такой, ну ты же знаешь норвежский язык Я такой Ужасно Да Ужасно Вот Вот Хочешь ты первой ночи Это был момент, когда я почувствовала, что уже не боюсь так, как прежде Вот, наверное, это месяц И опять же, это было в Испании, потому что первый месяц я не разговаривала со своими коллегами Я уходила в номер, включала себе сериалы и заказывала еду Мне было супер А они все время говорят, Стася, ты где? Приходи к нам, приходи к нам И я очень хотела к ним пойти, но я думала, блин, о чем я с ними буду разговаривать? Они же меня не поймут все равно, и я их не пойму Потом я по чуть-чуть стал заставлять себя выходить, и я возвращалась в номер всегда потная вся Хотя это был просто small talk Мы как бы ни о чем Просто, хай, Стасия, как дела? Все Но я возвращалась в номер просто такая Ну да, ну это страшно Я поняла, что у меня прям мозги, они болят Конечно Если они есть, то они подавали сигнал в тот момент как раз таки У меня это постоянно было в Гитлесе, когда вот в конце дня все спрашивают, а что с тобой случилось? Я такой, ребят, я просто устал Это реально, да, да, это очень устаешь Это очень сложно И на самом деле это правда Преодолеть языковой барьер это, наверное, самое сложное испытание, когда ты учишь язык Поэтому у нас для этого есть продукт Это Skyeng Talks Это, короче, в любой момент дня, в любое время Вы просто откладываете 15 минут на то, чтобы поговорить с носителем английского Нужно открывать приложение, найти любого там свободного собеседника и просто нажать подключиться Потом вы можете говорить на любые темы Музыка, погода, Netflix, Стаси Милославская Просто главное поговорить Потому что мы знаем, что практика это лучший способ преодолеть языковой барьер Practice makes perfect А вот на английском, ты слышишь разницу между разными диалектами? Вообще, да, я слышу, как разговаривает там та же, не знаю, Сальма Хайк Да, ну да Как говорит певица Адель Или там, не знаю Хорошо Там еще кто-то Тогда мы это сейчас проверим Ужил было старик со старухой Старуха умер рано, а старик пошел женится Я гиба пошла на кулоце платье кулочить Да, далеко ли Иван Царевич пошел А так себе погулить Не уманывая ты пошел этого Невесту искать Вот, моя дочерь тебе невеста, а больше никакой не будет ему сказала Ты всё понимаешь, что она говорит? Ну, она очень быстро Как-то куда-то Ну, всё понятно Не всё Мне кажется, что, может быть, 40 Я понял из того, что она сейчас сказала Первый вариант – это дальневосточный Второй – вологодский Третий – южный Ну, типа ростовский дали посточно серьезно ростовский я там не было не знаю я тоже но я играл персонажи которые вот одни стыбались на тем как бы ну что его акцент как будто он оттуда по моему я говорю сверху мне этого не хватает на самом деле в русском кино а в русском кино или нахладение потому что это реально часть у тебя часть человека потому что в театральных институтах всех учат заниматься говором акцентом и ну ты сам знаешь все ходят к логопеду и занимаются сценической речью хотя мне кажется что это может быть твоя фишка да и потому что у персонажа персонаж да потому что классно когда я на трояноварда вот аж да она разговаривает у нее очевидное прям такое есть ковар не это супер мне кажется давай тогда я возможно не узнаю наверное южно-африканский возможно это где кейптаун да это вот там южно-африканский просто я не честно даже не знаю как австралийский но если кто у нас николь кидмана она из австралии если она так разговаривает это странно нет наверно это южно-африканский это не может быть калифорнийский я сейчас это калифорнийский то просто я они вообще я была в калифорнии они не так они так не разговаривают они расслаблены у них челюсть не работает вообще южно-африканский австралийский серьезно он и не знаю как это объяснить он горизонтальный британцы они говорят вертикально а вот у него типа папа пока это вот вот так алё алё машенька это тетя марина звонит хотела спросить тебя не заходишь хоть и сколько раз ругали что ли то я про вашего коля слышать ничего не хочу так и передайте кого там слышь ты курица открываешь ты хочешь сказать что мол я мать козла единственный зачем я зацепился это это вот она сказала звонит но не знаю москвичи которые такая да к сожалению ты знаешь ответ нет санкт-петербур ты думаешь что я мать козла это уральский о котором говорили его стаи да and i'll be happy to do what you like i just want you to know that i i do speak better than this right i could actually speak with a very proper accent очень сложные варианты есть ощущение что лондонцы конечно еще более у них воды во рту много здесь все-таки как-то было у него такое немножко как будто он чуть-чуть рот вот так дела не только вот так как объяснить у меня рот всегда вот так пусть будет ямайский реально да не может быть но дело в том что это то что ты сказал об этом то что тебе больше воды во рту и это есть даже внутри лондона разные акценты да там же еще у них кокни есть в англию хотела по умничать не вышло это и есть кокни? конечно да я никогда это не сделала буду let me speak from my heart let me speak from my heart это кокни let me speak from my heart Джордан сейчас скажет что это хуйня но это не по-моему это было кокни сейчас да это полная хуйня ну что пока мы... у нас ноль-ноль сейчас да ноль-ноль и осталось по одному шансу аааааа на переспе как-то раз три некрасивых пацана пристали на дороге как шлагбаум вытягали из карманов перья, кастеты и сами такие смелые стоят с понтом на мордах сделать нам нехорошо о ну рассуждаешь я думаю что ты не кавказский почему я не знаю хотя я просто рассуждаю тут по своим личным причинам я не был в Украине и мало кого знаю кто говорит с украинским акцентом вот при Балтийске моя партнерша в сериале говорит с украинским акцентом можно еще раз? так нет он стал стал бомер ну что дота слыхать? фильма закрою рот я чисто из-за того что сказали шо я скажу одесский правда я такой паш вот так я был в семье и тренировать там было очень много побед когда шагбич сп dopлот 2 партнерша подпелутые друзья подавались под моим планом в шпаке 12 партнерша они взяли до королевого endi люди в Голландии были до полной крино withdrawn золотом на профиле Я могу исходить только из своего личного опыта. Вот был актер, он ирландец, живет уже в Нью-Йорке, поэтому у него уже там все перемешалось, но он странно тоже разговаривает. Мне кажется, что шотландский. Ну, не знаю. Итак, правильный ответ. Я думаю, что она права. Шотландский. Да. А, да? Да. Это был первый вариант, который я предложила. О, по одному баллу. Даже когда я был в Шотландии, мы с подругей были много лет назад и нам пришлось переспрашивать несколько раз. Что? 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 Ничего не понятно. Я вас поздравляю, у вас ничья. Нет. Хотя бы не проиграл. Да, это было хорошо, но это очень сложно. Очень сложно. Научиться понимать, что тебе говорят на чужом языке действительно очень сложно. И мы со Стасей это знаем. Поэтому мы подготовили для вас, от Стаси и меня, бесплатную имел рассылку со словами, чтобы понять иностранца. Это суперполезные материалы, так что проходите по ссылке в описании и уже начните говорить как нейтивой. Ну что, ребята, спасибо, конечно, Стасе, что ты прошла. Приходи к нам еще. Это уже на Netflix, можно уже посмотреть. И посмотрите, потому что вы не пожалеете своего времени. Правда, это очень круто. И я горжусь своей подругой искренне. Смотрите, пожалуйста, без дубляжа. Вот. Это важно, да. Потому что... Вот. Да. Почему я про это не сказала? Потому что артисты внутри сцен переходят на разные языки. И когда это в русском дубляже, да простят меня артисты озвучание, это все сглаживается и становится не так вкусно, мне кажется. Да, да. Я полностью согласен. Так что спасибо. Спасибо. С вами сегодня был Америкаш Кадеми, Стаси Милославская и онлайн школа английского языка Skyeng. И всегда в конце видео я говорю have a good one. Так что это скажи. Have a good one. Что? Have a good one. Have a good one. Ты говоришь так one. 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 The one. One. Трикольно. Субтитры сделал DimaTorzok